Казахстан 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 Пока точно сказать дату не могу, потому что ведутся только переговоры. Мы только-только закончили гран-при, финал у нас закончился, определились чемпионы. Мы сейчас работаем в направлениях стран и городов, где мы можем проводить турниры, где нас будут ждать любители ММА, чтобы мы могли показать всю красоту и прелести ММА. Я думаю, это в ближайшем будущем может быть. Еще вопрос. Вы сказали, что вполне вероятно в Казахстане пройдет один из турниров. Ахмат. Чуть-чуть поподробнее об этом. Будьте добры. Да, мы планируем провести не один турнир, а несколько турниров в странах Азии. И первый турнир, который пройдет в Азии, он пройдет в Казахстане, либо в Алма-Ате, либо в Астане. Это вот мы сейчас с этой поездкой как раз-таки постараемся договориться, узнать, найти ту площадку, которая может устроить. Так как мы не можем собрать там 3 тысячи, 5 тысячи зрителей, а это должно быть более глобально. Мы не какая-нибудь там средняя организация, а организация, которая действительно серьезно о себе заявила. И мир, конечно, хочет видеть лучших бойцов. Мы их собираем. Они у нас есть. И мы с гордостью примем казахских бойцов, так как знаем, по пальцам можем перечитать всех топовых бойцов. Это Ержан Естайнов, это Ермек Тлавов, это Игорь Свирид. Это многие все бойцы, мы их всех знаем, которые выступали, выступают. И Казахстан любит своих бойцов. И мы должны показать, насколько они хороши. Пускай выступают в нашей лиге, Казахстан будет радоваться. Еще один вопрос. Непосредственно уже не об ММА, а о такой дисциплине, как грэплинг и такой дисциплины, как бразильское джиу-джитсу. Совсем недавно, буквально 26 и 27 ноября в Алматы на новой Орлангрипп арене прошел Орлангрипп селекшн. До этого был чемпионат Азии и Океании по версии ADC по грэплингу. Впервые казахстанский боец ММА, который уже завершил свою карьеру. Вы наверняка его знаете, Мухаммад Сулейманов тоже, так скажем, чеченец. Он стал первым казахстанцем, которому покорился вот этот Олимп ADCC. И он будет представлять Казахстан на чемпионате мира в Хельсинки. А как обстоят, как вы дружите, так скажем, Ахмад дружит вот с такими видами единоборств, как грэплинг и бразильское джиу-джитсу? Очень хороший вопрос. Я сам являюсь базовым грэплером, чемпион мира по грэплингу, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Так что мы прекрасно дружим с этим видом и прекрасно выступаем. Если честно сказать, бразильское джиу-джитсу и грэплинг это для меня очень родное. Я не только я, вообще могу сказать подетально, что это значит. Любой вид, скажем, любой бой рано или поздно переходит в партер. Несмотря на подготовленность, на его зрелищность, в любом случае он переходит в партер. И если спортсмен хорошо подготовлен к грэплинге, то у него есть стопроцентная возможность финишировать своего соперника до окончания боя. Огромное спасибо за это интервью. Большое спасибо, что прилетели к нам в Казахстан. Вы знаете, как тепло. Мы здесь вас всех встречаем благодаря нашему президенту. И надеюсь, что это будет не последняя встреча. Очень ждем здесь у нас, пускай это будет в Алма-Ате, промоушен Ахмат. Очень бы хотелось, чтобы это было здесь. Огромное спасибо, что вы уделяете свое время силы и возможности именно развитию спорта, развитию ММА. Огромное спасибо. Спасибо вам тоже. Салам алюкум, дорогие братья и сестры. Мне бы хотелось, конечно, чтобы первый турнир прошел в Казахстане, именно в Алма-Ате, иншаллах. Если это возможно, конечно. Будем просить наших братьев, президента клуба, абузаиди Сумарадову, иншаллах, датаеву исламу. Я думаю, спасибо Всевышнему Аллаху, должно быть все нормально. Иншаллах. Аллах, Акпар. Аллах, Акпар. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью.